Это очень длинная история, почему долг такой большой. Мы решили, они дали мне квитанции, все, что я буду постепенно все оплачивать. Ну, это рассрочку пообещали или что-то? Да, 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 ну, где-то самое, да. Вот сейчас вот машину мне должны завтра приехать забрать. В двух пятиэтажках в хуторе Воскресенский, которые запитаны от местной котельной, порядка 250 квартир. Долг перед поставщиками тепла более трех миллионов. В 11 случаях суммы более 100 тысяч. В «Теплоэнерго» говорят, что так или иначе работают со всеми должниками. Все индивидуально, практически во всех случаях мы стараемся вникнуть в ситуацию человека и в зависимости от сложившейся ситуации предоставить рассрочку на более длительное время либо на более короткое. Альтернатива рассрочке – суд. Однако процесс занимает несколько лет, и за это время, как правило, задолженность растет. Этот поквартирный обход – один из вариантов претензионной работы. На этой площадке владельцы всех трех квартир в реестре должников. Один из жильцов пояснил, что заплатил порядка 20 тысяч буквально на неделю. Один из соседей, за которым долг около 20 тысяч, на смене. А в еще одной квартире живут только летом то ли отдыхающие, то ли владельцы, которые меняются слишком часто. На днях в домах не стало горячей воды, так как местная котельная работает на газе. А у теплоэнерго нет денег, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива. Нина Викторовна Трубоедка живет в доме со дня сдачи. Она старшая по подъезду, в котором сделан ремонт, висят фотографии и цветы, и все без исключения платят за коммунальные услуги. Ну не мы же должны к ним ходить-то, к этим должникам. Это же все-таки работа вот этих органов, ну хотя бы того же самого теплосети. Чего мы возьмем дубинки и пойдем их что ли дубасить? Теплоэнерго идет и работает с потребителями, где-то по-человечески объясняя последствия неплатежей, а где-то, используя в качестве аргумента, судебные решения. В зале администрации представители коммунальных компаний и ресурсоснабжающих организаций. Общая задолженность населения и предприятий перед газовиками такова, что отключения могут принять массовый характер. Так, одно из предприятий санаторно-курортного комплекса задолжало порядка 3,5 миллионов рублей. Переговорить немедленно, чтобы завтра были деньги. Завтра будут деньги, послезавтра, чтобы они были в межрегионе. Общий долг перед теплоэнерго более 100 миллионов рублей, и лишь чуть более 1% от этой суммы выплачены по решениям суда. Где-то идут разбирательства, где-то уже выданы исполнительные листы. О похожей ситуации сообщают и в коммунальных организациях. Предоставьте завтра в прокуратуру информацию о том, какое количество исков не исполнено. Мы, соответственно, проверим, насколько служба судебных приставов добросовестно. И мы уже поймем, то ли вы не дорабатываете, то ли, может быть, приставы их надо активизировать. Но, действительно, руководители управляющих компаний, вы из года в год накапливаете задолженность. Ну, нужно, значит, понимать, что что-то не так происходит. Со своей стороны Юрий Поляков поручил коммунальным компаниям и организациям оперативно собрать около 5 миллионов рублей, чтобы направить газовикам, и объявил ручной режим расшивки неплатежей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.